20 января Михаил Игнатьев обратится к Государственному Совету с ежегодным посланием. В этом документе будут обозначены стратегические направления развития республики. Ожидается, что в церемонии примут участие депутаты Госдумы, члены правительства, главы традиционных конфессий и руководители предприятий. Те, кому и предстоит выполнять поставленные задачи. В прошлогоднем послании глава озвучил немало поручений. Как они реализуются, проанализировал Дмитрий Ковалев. В истории Чувашии региональный лидер обращается к Госсовету 22-й раз. Для Михаила Игнатьева нынешнее послание шестое по счету. Итоговый документ будет оглашен, как и в прошлом году, в Театре оперы и балета. Работа над ним началась задолго при подготовке послания. Традиционно учитываются предложения рядовых жителей и представителей общественных организаций. В прошлогоднем послании глава региона сделал акцент на человеке труда. Одно из поручений Михаил Игнатьев адресовал работодателям. В целях повышения эффективности деятельности предприятий республики и сохранения здоровья работающих, прошу всех работодателей разработать профиль здоровья предприятия. Хороший руководитель заботится о здоровье своих сотрудников, потому что в этом залог успеха в целом трудового коллектива и предприятия. Профиль здоровья на ряде предприятий республики уже разработали. Также в прошлом году Михаил Игнатьев поставил задачу расширить сеть районных ФАПов и построить новые поликлиники в Чебоксарах. По данным социологических опросов, удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи в Чувашии ежегодно растет. Сегодня 57% жителей довольны качеством оказания медицинских услуг. Республика занимает четвертое место в рейтинге эффективности систем здравоохранения региона Привовска и Федерального округа. Исполнили и другое поручение главы. Предлагаю для педагогов, подготовивших победителей Олимпиад, учредить премию в размере 250 тысяч рублей, а для педагогов, подготовивших призеров, 150 тысяч рублей. Особый акцент глава региона сделал и на стратегии развития малого и среднего бизнеса. Эта инициатива реализуется весьма успешно. За последнее время в республике был запущен целый ряд инновационных проектов. Поручаю правительству республики разработать стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года и указать на ней конкретные пути решения таких задач, как увеличение 2,5 раза оборота малых и средних предприятий по отношению к 2014 году, увеличение объема производимой ими продукции, а также рост производительности труда не менее чем в два раза. Ожидается, что в стратегии на перспективу Михаил Игнатьев сделает ставку на экономику, социальную политику и экологию. Послание главы станет документом, на который будут опираться районные власти, члены правительства и депутаты. На оглашение послания в театр оперы и балета приглашены порядка тысячи гостей. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.